Девушки отдыхают Дядя Фёдор, я домашних котлеток сделаю не хуже, чем в ресторане В ресторане котлет не дают, там только изысканную пищу готовят Надеюсь, не такую изысканную, как ваша резиновая каша, Маргарита Егоровна Моя каша – дело не ваше, и вообще, я тут получше некоторых готовлю Что? Давайте не будем солиться А выясним, кто здесь умеет готовить, а кто – нет Вызов принят, животное Встречаемся позже У плиты Конечно, если не струсишь Кто? Я? Кулинарная битва Раунд первый ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За что, Шарик? Котлеты у тебя вкусные, но не фотогеничные А мне эта кулинарная битва вообще не нравится Давайте заканчивать Не спеши, Феденька Сначала попробуй настоящую высокую кухню Брускетта с томатами Что-то кухня у вас низковатая, Маргарита Егоровна Это же просто бутерброд с помидорами А вот Шарику нравится Правда вкусно? Да это же есть невозможно Это же как соль соленая У Маргариты Егоровны все красиво, а у Матроскина вкусно Вам просто нужно готовить вместе Ни за что! Раунд второй Раунд второй О, пожалуйста, хватит уже раундов Правильно, дядя Федор Давайте объявим победителя Матроски Сначала нужно подвести итоги Итак, в кулинарной битве победила... Дружба! Поздравляю! У вас ничья! То есть как это ничья, Феденька? Я же победила! Это еще почему? Победить я должен! Нет, я! Я! Так, ладно, давайте проведем еще один раунд Но последний! А готовить будем... Торт! Пусть приготовят торт! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, дядя Федор? Мы с папой выехали Будем через полчаса Голодные! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спокойно, дядя Федор Сейчас я быстренько что-нибудь приготовлю А где продукты? Так вот они, на полу Шо ж я теперь, из воздуха буду готовить? Матроскин, мы же в городе До магазина рукой подать Шарик, беги в магнит за продуктами Не надо, я уже доставку заказал Вот это скорость! Раз! И магнит у тебя дома Эх, какое все свежее! Из таких продуктов можно вкуснейшее блюдо приготовить За полчаса? Да, один не успею О, знаю я, одного повара прекрасно готовит А как красиво подает Кот! Ой, как все красиво! Как все вкусно! Вы из какого ресторана заказывали? Это мы не из ресторана заказывали Это мы вместе приготовили А вы сами-то почему не едите? Ой, мы пока готовили На всю неделю вперед напробовались Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха Ещё немного и разговаривать начнут. Не начнут, они ещё зелёные, а пора бы им покраснеть. Может, хоть в них разумная жизнь зародится, в отличие от тебя. Ты на что это намекаешь? А я не намекаю. Иди в сарай, собачий плуб готовь. Всю зиму на печи валяешься, пахать на тебе надо. Пахать, матроскин, будем, когда снег сойдёт. Что? А пока моё дело. Нежный сон и снежный городок. Завтра же масленица, провода зимы. Масленица у него. Вот это я понимаю. Жалко только, что растает. Мой блок точно не растает. Надеваем маски, изображаем восторг. Три самых крутых вещи Простоквашино, прям сейчас. Карнавал. Раз. Простоквашино-парк. Два. Мокатушки на Гаврюше. Три. Гаврюша, ты мне тут масленицу с коридой не путай. Хе-хе-хе. Э-э. Это во мне ладушек городской. Это настоящий Простоквашинский блин. Ох, не нравится мне шарик эти твои древние праздники. Дым коромыслом. Так у меня всё помидоры завянут. М? Ты куда? Чего? Первый блин Матроскин раньше давали Малоимущему, там, монаху Или деревенскому дурачку. А чем это у вас так приветливо пахнет? Ага. Кокчем. Масленицей. Прошу к столу. Ммм. Угу. Ммм. Ммм. Ой. Последний блин Духу Прятков. Я извиняюсь. Раз уж такое дело, то я готов и духом предков быть. Главное, блины, чтоб давали. Хватит с вас, дядя Печкин. Ух. Ну, тогда я домой. Если у вас ещё какой праздник будет? День шашлыка? Или там день кваса? Вызовите. Не стесняйтесь. Ну что ж, Орик. Сейчас уберёмся и пахать пойдём. Ммм. Ну что, Матроскин, прибираться нельзя. По традиции, Дух Предков должен остатки еды доесть. Шарик, ты в себе. Если не прибираться, тут тараканы всё доедят. Оставим всё как есть и будем следить. Ну как? Что-то не торопится к нам, Дух Предков. Ура! Духи Предков! Мама! Шарик, какие же это духи? Это просто предки. Родители приехали. Ну, не знаю, какой я дух, но у блина и дух, и вкус отменный. Спасибо блогу Шарика. Теперь хотя бы к последнему блину успели приехать. Отчего беспорядок у вас такой? Не дом, а стоянка первобытного человека. А это Шарик вас ждал. Готовился. А пойдёмте лучше зиму проводим. Угу, пугало огородное сожжём. Нет, ну мало того, что помидоры Мэй закоптил, так он теперь на садовый инвентарь покушается. Ничего ты, Матроскин, не понимаешь. На Масленицу чучело сжигают для красоты обычая. Это не праздник, а сплошное разочарование. Сажать пора, вы всё дурака валяете. Не переживай, Матроскин. В огне все обиды сгорят. Масленица – символ новой жизни. Смотри, Матроскин, на месте пугало неплохое место для посадки помидоров образуется. Вот и проводили. Ту-тунь. Смотри, кажется, покраснел. Теперь-то можем нормально к посевной готовиться. Ну, конечно, Матроскин. Правда, я тут подумал. Надо сначала день Герасима Грачебника отметить, потом пробуждение домового, потом именины водяного, а там и до Ивана Купала недалеко. Физкульт-привет, молодёжь. Здравствуйте. О, из дома посылка с подарками пришла. Может, и пришла. Только отдать вам я её не могу. Знаем, знаем. Потому что вы вредный деревенский почтальон, соблюдающий инструкции. Корень зришь полосатый. Ну, я пошёл. Жаль. Мама сказала, там и для вас подарочки есть. Для меня? А чего за подарочек? Вообще-то, по инструкции, подозрительные посылки и без документов скрывать можно. К сожалению, дядя Печкин, это самая обыкновенная посылка. А ты не спеши. Тут надо ответственно подходить. Подарки, говорите? Подозрительная лёгкая посылочка для нас. Шестерых. Будем вскрывать. Лето выдалось прохладное. Мы решили, что так вам спать будет комфортнее. Мама и папа. Шарик, это тебе. Ух ты! Теперь меня матроски на улицу спать не выгонят. В пижамах на улицах не спят. А про меня не забыли? Вот, это вам. Спасибочки. Вот если бы у меня вчера такой звонок был, я бы в лося не врезался. Дядя Фёдор, кажется, твоя мама размер перепутала. Просто она не знала, что теперь тебя из космоса невооружённым взглядом видно. Это блох твоих из космоса видно. А я, если захочу, в любой момент похудеть могу. Убили. Да ну вас! Матроскин, ты же похудеть решил. А я и худею. А я и не знал, что в ремне без штанов похудеть можно. Темнота ты, египетская шарик. Это там и там и мне электрический поезд для похудания сделала. Главное его снять вовремя, чтобы фигуру не испортить. Ну-ка, взвесьте меня. Вдруг я уже перехудел. Ну сколько там? Вообще-то для кота многовато. Это ж твои любимые бутерброды. Вы видите перед собой нового матроскина. Новый матроскин не ест бутерброды. Новый матроскин рано ложится спать, потому что во сне есть не хочется. Самари! Ну здравствуй, новый матроскин. Вот как бы Гаврюше объяснить, что футбол только двумя ногами играет. Ого, вот это цепь. А где же кот ученый? Здесь я. Друзья, вы же поголодаете со мной неделю? Брось, матроскин, поешь уже. Вам не понять, вы-то в пижамах спали. Что бы мы ни передумали, пойду ключ в речку выброшу. Дядь Фёдор, может мы эту недельку в городе пересидим? Он ведь нас голодом заморит. А без нас он себя голодом заморит. Мы ему по-другому похудеть поможем. Выбрыщил. Теперь мы вместе. Знаете, как похудеем? Ну-ка, матроскин, повернись. Да ты, кажется, уже похудел. И точно. Судно. Померь, может сейчас подойдет. Ура! И это сработало! Хорошо, что я запасной ключ не выкинул. Еще один пирог. Рук и все. Топ-топ. Два часа уже там сидит Может, пора МЧС уже вызовать? Матроскин, ну не расстраивайся Хочешь, мы вместе в спортзал ходить будем? В спортзал пусть люди ходят Коты ближе к кухне держаться должны Успешный кот Обязан солидную фигуру иметь Извиняйте, товарищи соседи Вот у меня тут вопросик сформировался А к звонку больше ничего не прилагалось? Товарищ Печкин, вы видите, мы заняты Завтра приходите А, конечно, конечно, извините А вот в пижаме он бы со мной и разговаривать не стал Тама-тама Худеть с комфортом это по мне Помогите здесь пирожки с капустой Ты зачем шарик красные яблоки к зелёным кладёшь? Рассортируй Матроскин, а ты сам-то чего урожай не собираешь, а? У нас шарик разделения труда Ты руками работаешь, а я головой думаю Куда яблоки девать, чтобы не пропали А ещё сыр А при чём тут сыр матроскин? А при том, что я свой сыр на фестиваль отправлю Нужно ему название придумать Удачное Я знаю такое Аванс И что же в нём удачного? Я, когда сам по себе жил, дружил с рабочими У них как аванс, так они меня колбасой угощали Эх, шарик, ничего тебя, кроме колбасы, не волнует Здравствуйте Здравствуй, матроскин Папа в ваших яблоках сыр нашёл Ха-ха, червяки в яблоках попадались, было Но чтобы сыр... Это я его специально вам положил на пробу Но в фестивале сыра участвую Уже и название придумал Мяус Дам Я тебе, матроскин, за этот сыр сам готов медаль дать Во, такую Что? Яблок, кстати, больше не присылайте А то у нас не квартира, а фруктовая база какая-то Вот, дядя Фёдор, тебе на пробу Да отстань ты от дяди Фёдора со своими яблоками Не видишь, читает человек Ну вот, ещё одно ведро пристроил Зря ты шарик яблоки не ешь Была бы от тебя хоть какая-то польза Да от меня знаешь сколько пользы Я твои яблоки в два счёта пристрою Ну да, пристроит он Тебя бы самого пристроить А вот и мы Мама! Ура! Дегустаторы наши приехали! Сегодня у нас склошное разнообразие Яблоки печёные, яблоки тушёные, компот яблочный, яблочный салат И тут яблоки А сыра разве нет? Обижаете! Какой-то этот Меус Дам не такой Без изюминки Вот тот из посылки особенный был И куда же моя изюминка делась? Может, не досолил? Звучит музыка Звучит музыка Все перепробовал. Дегустация сыра «Мяус Дам» объявляется открытой. Ну как, есть в сыре изюминка? Нет в нем никакого изюма. Сыр как сыр. На российский похож. Все-таки в город вы нам какой-то другой сыр присылали. Еще пропало. О, нет. Ничего не пропало. «Мяус Дам» наш очень вкусный. Давайте его сами на фестиваль отправим. «Мяус Дам» «Мяус Дам» «Мяус Дам» Непорядок. В такой посылке он у вас из шара в лепешку превратится. Наполнитель нужен. О! Ну как? Теперь в самый раз. Есть кто дома? Вам посылка с фестиваля сыра. Несите ее обратно. Не отправлял я свой сыр. Вы меня и дальше на дегустации приглашайте. Очень я в них силен. Адрес наш. Давайте посмотрим. Ого! Матроскин, смотри! Приз за самый тонкий аромат сыр «Мяус Дам». Не зря мы его сами на фестиваль отправили. Вот так вот, а. А я в посылку еще и ведро яблок пристроил. Чтоб сыр твой по дороге не развалился. Яблоки! Вот она изюминка! Так. Все яблоки тащим в погреб. Я там сыр ароматизировать буду. Хоть ты, Матроскин, во мне и сомневался. Яблок больше нет. Я все пристроил. Моя изюминка! Нет! Тама-тама. Плохо. Очень плохо. Катастрофа. Нужно что-то предпринять. Вари морс, Матроскин. Мы купим лекарства, прочитаем сказку, и Тама-тама пойдет на поправку. Никогда не думал, что кот может такое сказать, но у нас слишком много молока. Нужно что-то делать с излишками. Погоди ты, Матроскин, со своим молоком. У нас дети болеют, а у тебя одни надое на уме. Да уж, индивидуальный предприниматель. В один пасмурный припасмурный день на одном заброшенном огороде стояла высокая костылявая пугала. На голове у него была рваная шляпа, а на плече сидел большой черный ворон. Добрый вечер! Чем я могу помочь? У нас Тама-тама заболела, лекарства нужны. С лекарствами это не ко мне, это к фельдшеру. А зачем тогда спрашиваете? Еще и скалитесь. Я не скалюсь, я улыбаюсь. Поворачиваюсь, так сказать, лицом к населению. Новые указания от начальства. Всем улыбаться. Вот на детях и животных тренируюсь. То есть вы теперь вредничать перестанете? Не перестану. Я теперь вредничать с улыбкой. Говорят, что от этого дела лучше им. Есть еще какие-нибудь вопросы? Был рад помочь. Ждем вас снова в нашем отделении. Да, с такой улыбкой дела, если и пойдут хорошо, то только не у нас. Идея! Вера Павловна, вот тебе карандаш. Рисуй что-нибудь веселое. Ну, как этот... Пикассо. Ты уж все нормальные слова-то забыл. Одна касса у тебя на уме. Ты шарик балбес. Законов рынка не знаешь. Все, что с улыбкой лучше продается. Так от излишков избавимся. Ну, а Пикассо – это художник такой. Он всю жизнь, как маленький, рисовал и сосиски любил. Хорошо бы нам еще от излишков жадности избавиться. Лицом к населению, Гаврюша. Лицом к населению. Плохи дела, дядя Печкин. У кого плохие, а у кого в гору. У вашего кота на трассе молоко с лапами отрывают. А все почему? Потому что у него банки улыбаются. Вот и вам бы здесь всем улыбнуться. Шарик, ты за морсом следи. Ты, Вера Павловна, за там и там. Вы, дядя Печкин, улыбайтесь, а я в аптеку за лекарствами. Вы меня простите, я пойду. Почтальон ведь, он как солнце в непогоду. А отсутствует? Да нет, нужен! Всем! Заберите, заберите ваше молоко. Это совершенно не молоко. А я вам говорю, товар обмену и возврату не подлежит. Подлежит. Тогда эти деньги. Этикетка грустная. Ну и что, что этикетка грустная? Дети не пьют молоко ваше. Ну и что, что дети не пьют? А вы заставьте. Дети, безобразие. Ну это же продажи такие, если можно обратно вернуть. Дядя Федор, как мне теперь детям в глаза смотреть? Ни репутации, ни доходу. А ты улыбнись, Матроскин. Какая уж тут улыбка, когда кошки на душе скребут. Ой, может надо три улыбки приклеить. Так в три раза веселее будет. Хоть сам себе молоко продавай. Когда простуда, надо теплое молоко пить. Его вообще всегда пить нужно. Да. Ура! 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 Пришел узнать, как вам качество обслуживания. Я смотрю, улыбка нашего сотрудника благоприятно на вас подействовала. Что бы там ни подействовало, главное, что все здоровы. А наша Вера Пауна теперь такие улыбки рисует. Вам в самых вредных снах и не снилось. Вот я и смотрю, как-то вы не по-нашему улыбаетесь. Это потому что от радости, а не для дела. Угощайтесь, дядя Печка. Молоко за вредность всегда особенно вкусное. Если вас натаскать, вы нормально улыбаться сможете. Не надо меня таскать. Я не габаритный. А улыбку эту я на всякий случай приберегу. Для постоянных клиентов. Все-таки ты шарик обалдуешь. Кто вместо обычной капусты зайчью капусту садит, а? Обычной. Обычную в магазине купить можно. А зайцам где капусту брать, а? В лесу. В лесу только летом еды много. А я на зиму продовольственный запас для них готовлю. Понял? Я и говорю, обалдуй. Зайцы зимой в спячку впадают. Это медведи зимой в спячку впадают, а зайцы шерсть меняют. А я так нашего зоозащитника экзаменую. На экзаменах правильные вопросы задают. Например, вот зачем я к вам приехал? Зачем? Обеспечил доставку. Женский журнал «Ухотница». Но я вам его все равно не отдам. Маргарита Егоровна... Не входи! Убьет! Эй! Батюшка! Ой. Какой сегодня день? Согласно квитанции, вчера был вторник. Среда, значит. Если к вечеру не допишу, все пропадать мне в этой глуши. Не шуметь, не мешать, лампочи не зажигать. Двери закрыть. Вечером отправим бандероль. Для творческих нужд постоянных клиентов готов на сверхурочные. Творчество – это когда по велению души. А у нас все ради этого журнала. Вот, читайте. Модная женская премия «Шекспирка века». И приз хороший – переселение на родину Шекспира, проживание в замке с привидениями, полный пенсион и грязевые ванны. Только нужно пьесу написать, как Шекспир, но при этом быть Шекспиркой. Шекспира мы знаем. Его в библиотеку надо и заказывать. Был июнь, вечерело. Нет, розовело. Был розовый июнь. Если июнь, зачем розовело? Маргарита Егоровна, быть или не быть? Вот в чем вопрос. Нет больше для меня такого вопроса. Не быть мне Шекспиркой века. Федя, иди делай уроки. О, дядь Федор, а ты зачем с кочергой к миггерам не ходишь? Это я помогаю пьесу написать, чтобы она премию выиграла и приз получила. Переезд на полный пансион? Молодец, дядя Федор! Прощай, мигеровна! Только у нее одни мятые листки, а не пьеса. А я вот что придумал. Шарик-текст. Эй, текст! Брысь! Брысь! Кому говорю! Эй, пропадай! Еще насажаю! Что? Отдай, отдай! Доить! Или не доить? Вот в чем вопрос. Но чтобы доить, надо кормить. А все луга и огород у зайцев в разграблении А зайцы кто? Что пользы в них одно лишь шумовство и погрызение Пусть нету в зайцах молока, зато быстры и грациозны Свой хлеб едят задаром, а то и вовсе грабежом живут Но в марте не орут и в доме не линяют К тому же мышей не обижают Мне рифму подобрать уже не нашел Ты, Шарик, просто обалдук О, как с тобой я кровь делил, матроскин бессердечный Вести с тобой беседу недостойно Поэтому к тебе сейчас я обращу свой хвост А вот тебе мой хвост Нет повести печальнее на свете, чем ссора В простоквашинском дуэте Здрасте, Маргарита Егоровна Первое место Почитайте нам, Маргарита, то есть Шекспирка Егоровна Был вечер Полосатый незнакомец поднялся перед ней и воскликнул Доить или не доить Графиня побледнела Вот это литература, я понимаю А мы вам подарок приготовили И вы только швейную машинку мою не забудьте оставить Вы теперь Шекспирка Вас ждут в замке с грязевыми ваннами Некогда мне по замкам мотаться Я новый роман начала Сон в летнюю, зимнюю О, сон в демисезонную ночь Смотрел с кем? С кем ты смотрешь? Да, пожалуйста Так, почему не в душе? Я для вас шариком специальный шампунь купила От Блох Окрашивающий Это же мой Вот именно, Маргарита Егоровна Потому что неправильно это котов шампунем мыть Субтитры сделал DimaTorzok Да, Матроскин, здорово ты посидел А я вот сегодня ни минуты не сидел, не то что некоторые Ой, Шарик, не до тебя сейчас У меня из-за этого шампуня все полоски пропали Подумаешь, полоски, у меня шерсть каждый год линяет И то я не скулю Тебе не понять Меня потому и прозвали Матроскиным, что я полосатый был А теперь, кто я теперь? Он еще жалуется Да о таком цвете каждая артистка мечтает А мне чем мыться, если ты весь шампунь на себя извел? Придется идти за новым Мурка, коровка моя, ну, ну куда, куда ты, дай Все пропало Коровки мои меня не узнают Да ладно, Матроскин, может все еще не так плохо Вот именно, дядя Федор, все еще хуже Я не просто полоски потерял, я самого себя потерял Таба-таба Таба-таба Ура! Говорила мне мама, не ешь просроченные сосиски, сынок Вот теперь и мерещится всякая гадость Вот не пойму я, что он так убивается Если б я вдруг белым стал, так я б об этом в своем блоге рассказал А давай мы в твоем блоге про Матроскина расскажем Слышь, Матроскин, тут подписчики просят тебя в прямом эфире показать Каком кефире? А здрасте, а здрасте всем Вот наш Матроскин, который поблеблел, то есть побелел Матроскин, смотри, твоя фотография всем нравится А еще тут пишут, что теперь тебя можно называть снежком О, Маргарита Егоровна Какая приятная встреча Тет Полосатого давно не видно А можно я пока его корову возьму? А то мне большую партию посылок развести нужно Да хоть всех забирайте, Игорь Иваныч Ну-ка, иди сюда Гуля-гуля-гуля Это кто еще? Ну-ка, прысь отсюда! Матроскин я, и я своих коровок в обиду не дам Батюшкин, да вы без полосок как письмо, без адреса А коровы ваши по всему простокваши нашастают Не по инструкции это Мои коровки, товарищ Печкин, могут гулять там, где им вздумается Понятно вам? А че что-то не понять-то? Кто-то же О, по-матросскински Как ты его? По-матроскински Узнала! Мурка моя меня узнала! Это потому что я снаружи белый, а внутри полосатый! Ура! Полосочки мои вернулись! Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Здрасте вам! Чака-чака! А-а-а! Дядя Фёдор, а ты помнишь, что у вас на следующей неделе Олимпиада по физкультуре? Ты готовишься? Ой, какое совпадение. Я как раз прошла ускоренный курс подготовки по физической культуре. Ага. Я не только Феденьку. Я здесь всех подготовлю. Все на построение! В одну шеренгу становись! Раз-два-три-четыре-три-четыре-раз-два. Начинаем тренировку. Пять кругов вокруг двора. Да, кажется, няня у нас того. С физкульт-приветом. А я слышал, с такими лучше не спорить. Так, что там дальше по плану? Здоровый завтрак. Жуйте как следует. Раз-два. Раз-два. Надоела эта каша. Когда уж что-нибудь другое на завтрак будет? Каша – самая полезная еда для спортсменов. Так в методическом пособии написано. Давай-давай-давай. Ну еще разок. Девочка, давай. Так чемпионами мы не станем. Будем учиться преодолевать препятствия. На Олимпиаде все через козла прыгают, а мы будем прыгать через этого с рогами. Для собак, кстати, тоже Олимпиады проходят. Я вот сейчас с вами подготовлюсь, а потом поеду медаль получать. Ну-ка разойди. И как теперь тренироваться? Эх, и все бы ему развлекаться. Как будто дел никаких нет. Э-э-э, куда это вы мою корову повели? Нам для тренировки спортивный снаряд нужен. Козел. И это кто тут козел? Коровка моя? Благородное животное? Ай! Да, с таким настроением в Олимпиаде не победишь. А козел, между прочим, снаряд спортивный. Козел, конечно, снаряд спортивный. Но при чем тут мои коровы? Ох! Утомилась я. Еще обед полезный готовить. Ой-ой! Угу. А что, удобно? Алло. Мне срочно нужна пицца. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Это что тут у вас? Праздник какой-то? Это вы хорошо придумали плакатами все украсить. А вы чего хотели-то? Так я пиццу привез. Вы ж заказывали. Теперь наша почта еду доставляет. В деревне почтальон и чтец, и жнец, и за едой гонец. И все на одну зарплату. А я и не знал, что пицца это полезно. Так в моем методическом журнале написано. Что это такое? Ой-ой! Исключить мучное, сладкое и жареное. Ох! Стоп! Везите свою пиццу обратно. Возврат продуктов данного ассортимента невозможен. Ой, ладно. Приму удар на себя. А вам вот. Опять каша? Да за что нам такая жизнь собачья? Чего это сразу собачья? Человеческая жизнь. Школьная. Детей специально для Олимпиады дрессируют, а потом за это медали дают. Не дрессируют, а тренируют. Но на одной каше мы долго не протянем. А долго и не надо. Олимпиада уже послезавтра. Проверить подготовку в условиях близких к... А-а-а-а! О, отличное место для того, чтобы проверить готовность к Олимпиаде. Олимпиаде. Что будет? По теории физкультуры? Как? Письменно. Чего? Поехали. Тома-от. Ой! Тома-от. Это что такое? Ну-ка, быстро верните ребенка на землю Да! Ой! Как это остановить? А еще лучше сломать Сейчас я его усилю Прогрессивная вы все-таки женщина Маргарита Егоровна Экстремальным спортом увлекает Я вот тоже по молодости О мотоцикле мечтал О-о-о Так, штуковину эту Разобрать? Нет! А во что тогда, Вера Павловна, играть будет? Мальчик мой, вся жизнь игра Вот вы сегодня играете в кашу и дневной сон А я в тишину, покой и арт-терапию А Вера Павловна Играет в нарисуй свою мечту И нарисованное у нее непременно сбудется И вот еще Где есть мотоцикл Нет меня У нас на почте такие детали пользу принесли бы Ими клумбу можно украсить А у нас теперь ржавеет будут Из-за Мегеровны Да О! А вот там Дядя Пичкин, а давайте мы вам мотоцикл сделаем А что, бывает почта морская Бывает авиационная А у нас мото-почта будет Слышишь следы Как живет мой мотор Слышишь следы Как живет мой мотор Я почталью Быстро и шумно Несусь по земле Несусь А был бы Закалом ясным Синим не верял Ну а я почталью Вокруг меня Присящий металл 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 Машгарита Игоревна Позвольте увезти вас В закат Да сгиньте вы, Игорь Иванович Ой, что это Мегеровны с утра не видать Никто бутерброд изо рта не вытаскивает А нам цветочки за сараем рисует Нервы успокаивает Магарита Игоревна Вам доставка мото-почта Ой, дожить бы до выходных Наша почта Семь дней в неделю работает Распишитесь, пожалуйста Да я отказываюсь от услуг такой почты А я приветствую услуги такой почты Примите посылку Товарищ Печкин Ну, скорее возвращайтесь И катайтесь здесь Туда-сюда Не может почта Бесцельно Туда-сюда Кататься Их, устами Младенцы Глаголит истина Берите Новую высоту Ой Все Меня хватит Давай, дядя Федор Еще чуть-чуть осталось Берите Магарита Магарита вверх тормашками или я от вашего мотоцикла вся жизнь кверх тормашками на теперь все снова по-старому будет по-старому это хорошо от этой мото скорости я совсем голову потерял такой темп нашей почте противопоказан игорь иванович пойдемте выпьем за это чаю а детальки собрать да сделайте из них что-нибудь полезное а какая теперь тишина в простоквашина целебная того того кто там а а Эх ты, лошадь, не слушает за тебя твое племя. Эх, не просто это шарик к новому-то приучать. Я там за мостом пастбище приглядел, а они рогами уперлись, но хоть трактором их тащили. Я, конечно, в твоих делах мало понимаю. О-о-о. Но надо, чтобы они сами захотели. Да много ты понимаешь, животновод. Хотя... Ну и важный ты, Матроскин. Хочется к тебе на «вы» обращаться. Сейчас не об этом, дядя Фёдор. Я речь репетирую. Впрочем, не возражаю, можно и на «вы». Дети, слушайте внимательно. Тама-тама. Тама-тама. Находятся новые заливные луга с травой, покрытые прозрачной, как слеза росой. Вместо сухого сена свежая сока. Вам нужно лишь довериться мне и наши надои взлетят до небес. Учись мечтать, корова! Где новое пастбище? Тама-тама! Вот. Заливные луга, прозрачная слеза. Не слишком ли сложно для коров, Матроскин? Всё отлично, дядя Фёдор. Главное – это уверенность и правильная подача. И минуточку внимания. Тама-тама. Находятся новые заливные луга с травой, покрытые прозрачной, как слеза. Из сухого сена свежая сока. Вам нужно лишь... Мои... Годой... Я... Бежая... Корова! Уважаемый! Уважаемый, вы своими работами нашим надоем мешаете. Не могли бы вы потише осину быть? Нет. Это моё призвание. Пока я бобёр, я буду грызть. Ну, а что вы от меня хотите? Я – почтальон, а не управдом. Шумно вам там? Перуши берите. А тут у меня тишина, значит, порядок. Вы же главный здесь. Вас все остерегаются, особенно, когда счета за электричество приносите. Ну, повлияйте. Ладно, придумаем что-нибудь. Я, как человек влиятельный, могу и повлиять. Я извиняюсь, вы почему шум производите? Часу до трёх – время тишины, а после восьми и на выходных не работаем. Вот что с вами такими делать, когда законы знаете? Но раз есть жалоба, то нужна разъяснительная беседа. Разъясняйте. Я, как уполномоченный, уполномочен за... Если вы чего-то делаете, то бойтесь наказания. А если вы ничего не делаете, то бойтесь наказания за бездействие. Оп! Бойтесь! Понятно? Не-а! Вот и хорошо. Мне главное беседу провести. А дальше как хотите. Чем смог, тем помог. Помог. Давай в раскачку. Раз, два, взяли. Еще раз взяли. Ну, я сейчас этому строителю. Когда ты мешал мне работать, я молчал. Когда ты мешал Печкину мешать тебе, я молчал. Но когда ты мешаешь Гаврюше принять правильное решение, я молчать не стану. А че скандалить-то? Мост я тут чиню. Помогли б лучше. Так вот, чего Гаврюш-то упирался. Его дорожное покрытие не устраивало. Ой, поздравляю тебя, Шарик, я балбес. Начинаем испытание. Гаврюша, камня. Камня. Как бы теперь его отблагодарить? Мост починил, а значит, надои увеличил. Может, ему молока послать? Бобры не пьют молоко, матроскин. Он тебе его брата вернет. Так даже лучше. И отблагодарил, и молоко при мне. Ну, или, извините, речь напиши. И как-то я сам не догадался. Начну я, пожалуй, так. Сила кота определяется не усами, лапами и хвостом, а умением признавать свои ошибки. Так вот, я всегда прав. Ну как? Знаешь, Матроскин, я б на твоем месте еще над речью поработал. А-а-а! 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 Вот она! Аккуратно, Шарик! Поломаешь тачку, вычту из премии. Не боись, Матроскин! Она же на гарантии. Она-то да, Шарик, а вот у тебя гарантийный срок, похоже, закончился. А чего я сделал-то? Мусор выбросил. Это не мусор, Шарик, это такая полезная штука. Ею можно и печь растопить, и от дождя укрыться. Ребят, а что это у вас Гаврюша жует? Гаврюша, фу! Фу! Брось! Плюнь! Ну плюнь, Гаврюша! Ой, поверь мне, Шарик, все это нам еще пригодится. Кхе-кхе! Соседи! Вот, я смотрю, носитесь, будто у вас Олимпиада. Да и думаю, подойду. Поболею! Ого! А это тут, что это у вас? А это я тут разные полезные вещи собираю. Коллекция моя, ясно вам? Конечно, ясно. Экологическая катастрофа собственной персоной. Прям Эверест. Ну, только мусорный. Эвер... Что? Это я аллегорию применил. Большая свалка, то есть. В общем, граждане млекопитающие, будем ферму закрывать. Антисанитария! Никуда не уходите, я за бланком! Вот что, Шарик, надо все это взять и в лес вывезти. В лесу друзья мои живут. Они ко мне, значит, со всей душой, а я им, знаете, товарищи, картон, пожуйте. Не согласный я. Это временно, Тунберг Хвостатый. Мы потом все обратно привезем. Мама? Связи с несанкционированной свалкой, завидая число, завидая подпис. Опа! Здрасте, Марк. А где это? Куча, извиняюсь, вонючая. А нету, Игорь Иванович. Была, да сплыла. В город отправил я свою коллекцию на выставку полезных штук. Как сплыла? Речные перевозки закрылись, бобы шалят. А вот она. Куда? Вера Павловна, тормози. Иду. А так. Водитель не пристегнут. Раз. Без шлема. Два. О! А это что еще за мерзость? Говоришь, коллекция в город сплыла. Видишь, матроски, не приживается мусор в лесу. А ну-ка, ведите меня на место преступления. М-да. Парусность подвела. Ветер не учел. Значит, терма закрыта до устранения, так сказать, экологического бедствия. Ну и штраф, само собой. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Если у меня нет будущего... Нужно весь мусор в переработку сдать. Из него на заводе новые вещи сделают. А тебе, матроска, деньги даже заплатят. Ура! Дядя Федор! Заживем, как прежде! Ты же серьезно про деньги? вы чего это вашу антисанитарию? Прямо парадному входу паркует. Дядя Пичкин, это мы вторсырье сдать хотим. На переработку. Чудненько! Приходите после обеда. Я как раз с трех часов буду приемщиком числиться. А ну, принимай вторсырье, бюрократ! У меня коровки недоины, стойла нечищены, у меня гаврюша не выгулен! Не кипятитесь, гражданин! Вы и так уже нарушитель! Давайте, что там у вас на весы? Так, минус 17 плюс 2 за металл и того получается 1 200 рублей, которые идут в счет уплаты штрафа выписанного гражданину Матроскину ранее. Прошлый мусор на оплату штрафа ушел, а этот уже в прибыль прилетел.